Прошедшая семидневка оказалась Российской неделей общественного транспорта, чему была посвящена соответствующая выставка «Электротранс». На ней публике презентовали и несколько перспективных электромобилей. Вдобавок, начало недели запомнилось предложением главы АвтоВАЗа разрешить тратить мат-капитал на покупку отечественных машин. Кстати, о них. Редакция телеканала «АвтоПлюс» разузнала, что будет представлять собой новый кроссовер марки «Ладо». И когда до конвейера дойдёт уже готовый преемник «Гранты», который пришлось спешно переделать. А пятница огорошила малоприятной сенсацией. Тойота приняла решение законсервировать свой российский завод. Тойота не выдержала. Не найдя возможности восстановить поставки комплектующих, японская марка приняла решение закрыть свой российский завод. В этом году петербургский конвейер, с которого прежде сходили седаны Camry и кроссоверы RAV4, отметил своё пятнадцатилетие. В последние годы площадка, рассчитанная на выпуск 100 тысяч автомобилей ежегодно, давала рынку около 70-80 тысяч машин, то есть имела весьма серьёзную загрузку. Однако этой весной заводу пришлось остановиться. А 23 сентября руководство предприятия неожиданно вызвало заводчан на рабочие места. Но не для того, чтобы возобновить трудовую деятельность, а чтобы уведомить, завод закрывается. Притом безо всяких перспектив на дальнейший перезапуск. Как рассказали редакции телеканала Автоплюс собственные источники, всем сотрудникам обещано 12 окладов. Об уходе самой марки из России речи пока не идёт, хотя такие слухи циркулируют весьма упорно. В законсервированном виде предприятие может пребывать сколь угодно долго. Например, соседний, теперь уже бывший завод GM простаивает с 2015 года. У дилеров Toyota остались некоторые запасы машин, которые продаются значительно дороже, чем рекомендует представительство. Есть информация, что недособранные RAV4 и Camry успели разобрать на запчасти, чтобы обеспечить запас комплектующих для выполнения гарантийных обязательств. Электрифицировать УАЗ-профи становится модным. Первой батарейную версию ульяновской полуторки показала фирма ЭМР, которая даже умудрилась заручиться поддержкой Минпромторга, подписав специальный инвестиционный контракт. А сейчас перевести коммерческий УАЗик на электрическую тягу решила московская фирма «Спецавтоинжиниринг», известная знатокам российского автопрома как создатель аккумуляторных фургонов «Газель Next». В партнёры москвичи призвали ателье «Эстэ Нижегородец». Это весьма авторитетный доработчик, то есть производитель надстроек, спецтехники и тому подобного Комтранса. «Экоавтопров» — это совместный проект компании «Спецавтоинжиниринг» «Эстэ Нижегородец». Это результат нашей совместной работы более чем пять лет. Для нас «Эстэ Нижегородец» — это многие годы контрактная площадка. Ну и учитывая интерес к этому направлению со стороны государства и крупных компаний, в том числе в области ритейла и перевозок, мы решили сделать совместный проект, в том числе с участием «Солерса». «Мы взяли автомобиль УАЗ-Профи именно потому, что на сегодняшний день она достаточно востребованная коммерческая машина и полностью отечественного производства, с отечественной шасси». Новинку назвали «Экоавтопров». Ей полагается синхронный электродвигатель китайского происхождения пиковой мощностью сразу 130 кВт. А пиковый крутящий момент лишь немного не дотягивает до тысячи ньютон-метров. «Сейчас пока это прототип, ему предстоят ещё испытания и сертификации. На серийное производство мы выйдем примерно к марту следующего года. Объёмы производства на следующий год мы планируем порядка 500 автомобилей». На прототип поставили аккумулятор ёмкостью всего 24 кВт-часа. Однако серийные машины планируется комплектовать литий-железо-фосфатными батареями на 40 и 80 кВт-часов, с которыми расчётный пробег составит 150 и 300 км. «Данная платформа имеет модульное исполнение. Заказчик имеет право выбрать запас хода, который для него является оптимальным. Это 150 км, 300 км. Заказчик может выбирать размер зарядного устройства, то есть 22 кВт или стандартно 6,6 кВт». И действительно, в списке опций будет значиться 22-киловаттное бортовое зарядное устройство, с помощью которого зарядить 40-киловаттный аккумулятор удастся за 2 часа. С такими характеристиками «Экоавтопроф» будет интересен в первую очередь службам доставки. «Предыдущие наши проекты мы делали с NMC ячейками, здесь LFP. Здесь имеют ряд причин. Первый — эти ячейки дешевле и более оптимальные по количеству циклов заряда-разряда. Но самое главное — надо понимать, проект «Экоавтопроф» — это всё-таки экономически более бюджетный проект, чем мы делали раньше. Он рассчитан на максимальную популяризацию для решения задач маркетплейсов, ритейла, доставщиков в черте города и, соответственно, ближайшей их области». Предполагается, что крупные флотилии смогут существенно экономить на эксплуатации электромобилей, которым вдобавок не требуется регулярный масляный сервис, за исключением замены масла в редукторе каждые 50 тысяч километров. Ориентировочная цена в 4,5-5 миллионов рублей не станет препятствием для закупки электрических профи. Ведь пока цена зарядки электромобилей выходит существенно ниже, чем заправка грузовиков дизельным или газовым топливом. Новая инициатива главы АвтоВАЗа наверняка понравится российским семьям. Максим Соколов считает, что родителям нужно разрешить тратить материнский капитал на покупку первого автомобиля. По его мнению, это улучшит положение молодых семей, а заодно поспособствует сбыту машин. Если инициатива ВАЗовского президента будет реализована, потратить федеральные деньги россияне смогут на приобретение техники отечественных марок. Напомним, что сейчас за первого и второго ребёнка родители получают 524 и 693 тысячи рублей соответственно. Если материнский капитал за первого ребёнка уже был получен ранее, то доплата за второго составит 169 тысяч. По закону эти средства нельзя потратить на приобретение автомобиля, хотя российские семьи давно об этом просят. В настоящий момент деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или ежемесячные выплаты. Воплотиться ли в жизнь инициатива АвтоВАЗа пока не ясно, но Министерство труда и социальной защиты уже высказалось против. Кроме того, по мнению Максима Соколова, следует обсудить введение законодательной нормы для служб такси по количеству российских автомобилей. То есть сделать так, чтобы таксомоторные компании закупали «Лады» принудительно. Как считает президент компании, это достаточно ёмкий рынок для производителей машин, в котором помимо законов бизнеса вдобавок должны действовать и механизмы государственного регулирования. Правда, при реализации идеи могут возникнуть проблемы. Ведь сейчас многие таксисты работают через агрегаторы на своих собственных автомобилях. И им навязать покупку «Гранты» вместо «Соляриса» будет просто невозможно. Все эти предложения были переданы членам Совета Федерации на совещании, посвящённом развитию автомобильной промышленности. Так что вскоре можно ожидать появления соответствующих законодательных инициатив со стороны сенаторов. Между тем, россияне снова начали активно брать кредиты на покупку автомобилей. По итогам августа банки выдали 56 тысяч автокредитов, что сразу на 17% лучше июльского показателя, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Таким образом, рынок финансовых услуг растёт пятый месяц подряд. Правда, в прошлом году отечественные автомобилисты пользовались заёмными средствами примерно на треть активнее, чем сейчас. С другой стороны, в последнее время уровень одобрения заявок на автокредиты находится на стабильном уровне порядка 30%. Это значит, что приобретением машин вновь интересуются заёмщики хорошего кредитного качества. Совет директоров ПАО «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей «Лады». Первый станет кроссовер на платформе «Весты», а второй — отдельное семейство класса «Б» на глобальной платформе. Очевидно, из ассортимента альянса Renault-Nissan. В серию новинки должны пойти не позднее 25-го года. Создать совершенно новый кроссовер за два-три года — это очень серьёзная заявка. Однако, как выяснил телеканал «АвтоПлюс», проектировать машину с нуля вазовцам не придётся, ведь заготовка в запасе имеется. Помимо «Весты-седана» и «Весты-универсала» авторы модели изначально разработали и третий вариант кузова — хэтчбэк, но до конвейера дошли только первые два. Посмотрите внимательно. На видео случайно показалась компьютерная модель того самого хэтчбэка. У него покатый силуэт, а также укороченный задний свес. Нарастив дорожный просвет и внедрив соответствующий обвес, можно малой кровью получить симпатичный паркетник. Чем, видимо, и займутся инженеры и дизайнеры из Тольятти. Уточним. Мы не говорим с уверенностью, но очень похоже, что обещанный кроссовер на базе «Весты» будет именно таким — приподнятым пятидверным хэтчбэком на переднем приводе. Для его освоения нужен лишь небольшой набор новых штампов, а также другие задние фонари. Со второй анонсированной новинкой дело обстоит гораздо понятнее. Это будет Рено Логан третьего поколения. Но со своим дизайном наружных панелей, оформлением интерьера и чисто вазовскими моторами. И второе — это модельное семейство сегмента «Би», которое в том же сегменте играет «Лада Гранта». В нем будут седан «Универсал», «Универсал Кросс». Эта машина будет базироваться на глобальной, но доработанной платформе. Собственно, достаточно высокой степени готовности уже находится. Начать производство этого семейства можно было бы хоть сейчас. Но после ухода концерна «Рено» из России «АвтоВАЗ» вынужден заниматься импортозамещением. Для бортовой электроники, деталей шасси и многого другого теперь нужно искать других поставщиков. А вот дизайн утверждён окончательно. Его даже успел оценить прежний глава автогиганта Николя Мор. Машины получат фирменные выштамповки на боковинах, знакомые по «Весте» и «Икс-Рею». Петербургский международный газовый форум редко приносит интересные автомобильные новинки. Однако мероприятие этого года оказалось приятным исключением. Как минимум публике предъявили роскошную вахтовку КАМАЗ-62-50. А попутно глава грузового автогиганта Сергей Кагогин раскрыл газовые перспективы своего предприятия. Так, в октябре на конвейер вернутся метановые грузовики классической серии К3, которым пришлось пережить процедуру пресловутого импортозамещения. Как уверяет господин Кагогин, перевозчики весьма активно покупают полноприводные шасси, работающие на газомоторном топливе. Они оснащаются моторами V8 и 9-ступенчатыми коробками, которые КАМАЗ теперь делает без участия в фирме ЦТФ. Но главная новость. К концу следующего года КАМАЗ выпустит магистральный тягач 54901 на сжиженном природном газе. На его раме будут размещены пара криобаков китайской фирмы ОЯНь. Притом каждый вмещает аж по 530 литров метана. Рядный шестицилиндровый двигатель выдаёт 450 сил. У него сниженная степень сжатия, оригинальные поршни и, конечно, искровая система зажигания. Её, кстати, помогла проектировать американская фирма Woodward. На одной заправке такой грузовик способен преодолеть до 1500 км, а его выхлоп отвечает эко-нормам Евро-6. Вот только по самым скромным баррикиткам стоить метановый КАМАЗ будет на треть дороже дизельного. Но главный минус сжиженного метана — это острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество. Но уточняет — к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны. С другой стороны, при активной эксплуатации газового грузовика экономия доходит до 40% от общей стоимости владения. Вот только эксплуатация должна быть действительно активной. При длительном простое метан банально стравливается из креобака. Для справки. Сжиженный метан получает, выполняя на специальном заводе очистку, осушку и охлаждение газа. Для того, чтобы выполнить последнюю операцию, к метану добавляют азот при температуре минус 180 градусов Цельсия. А финальная операция — зажижение. На более привычном перевозчикам сжатом метане поедет строительная и развозная техника поколения КА-5, а также некий сочленённый автобус. Но последний будет готов не раньше 2024 года. На российский рынок выходит Cherry Tiggo 4 Pro — модернизированная версия младшего кроссовера китайской марки. Pro в нём означает прогрессивную. И это хорошая новость, потому что модель здорово продвинулась в оснащении. Но не столь хорошая новость в том, что, кажется, на российском рынке не осталось больше китайских моделей дешевле двух миллионов рублей. Новинка обрела другой передний бампер, иную решётку радиатора, а у топовых версий появился обильный красный декор по всему кузову. У турбированных машин алым вдобавок выкрашены тормозные суппорты на всех колёсах. Интерьер тоже обновлён. В глаза бросаются новая передняя панель, крупный экран медиасистемой плюс полностью сенсорная консоль для управления климатической системой. И это, кстати, эксклюзив. В Китае машине положено пара обычных крутилок. Базовым заявлен полуторалитровый атмосферник, в пару которому предложены пятиступенчатая механика и вариатор. К 150-сильному турбомотору также прилагается бесступенчатая трансмиссия, хотя раньше ставился преселективный робот. Цена чуть больше двух миллионов рублей. В базовую комплектацию включены фронтальные подушки безопасности, антизаносная система, кондиционер, медиацентр, камера заднего вида, бесключевой доступ и многое другое. Кроме того, в офисе марки уверяют, что дилеры будут отдавать машины дешевле, если воспользоваться фирменными программами.